18 июля 2017 года Кто из мужчин не мечтает о пышных блондинках, красивых, с формами? Нет, конечно, не о тощеньких, а о пышных блондинках. Но это во всяком случае очень-очень приятно. И я думаю, что многие мужчины об этом мечтают. И у нас есть блондинка, которая выпустила свой хит про красные тапочки о своей любви. И вот наконец-то, наконец-то сбылось все то, о чем она мечтала. И о чем говорила вся страна. Два человека, любящие друг друга сердца, соединились в едином порыве любви и поженились наконец-то. А кто это люди? Ага, это Сердюков женился на Васильевой. И статья, заметка, идет в социальных сетях от 14 июля 2018 года. Итак, экс-министр обороны Анатолий Сердюков и бывшая чиновница ведомства Евгения Васильева сыграли свадьбу, сообщил телеведущий Андрей Малаков. Телеведущий в авторской колонке глянцевого журнала, шутя, предупреждает, что в свое время забыл у Васильевой галстук. Но шутить-то можно сейчас сколько угодно. Но давайте помнить, что Васильева это сестра жены Дмитрия Медведева, Светланы Медведевой. Поэтому, конечно, ей многое прощается. Ей прощается все то, что было сделано и в чем ее обвиняли на суде в краже больших денег из Министерства обороны. Все прощено. Ведь, как я вам говорила в предыдущих роликах, Дмитрий Медведев хороший друг. Он своих друзей не забывает и вытаскивает, несмотря на свой маленький рост Дмитрий Медведев. Видимо, хороший-хороший друг. Евгения Васильева прощена. Никаких судебных обстоятельств больше нет. Деньги все ей простили. И она богатая невеста. Во время интервью с Евгением Васильевой я забыл коричневый галстук от Тома Форда. Если Анатолий Эдуардович, это Сердюков, конечно, увидит среди сумок мужской галстук, пусть не беспокоится, пишет Малахов. Ну, Малахов, это понятно, журналист, ему нужно привлекать к себе внимание. Но таким образом тоже привлекает к себе внимание. Сердюков, давайте я вам напомню, покинул пост министра военного ведомства после череды скандалов, связанных с хищениями госсобственности. На миллиарды, на миллиарды, на миллиарды. Но все прощается. Ведь сестре Дмитрия Медведева и Сердюкову все страна должна простить. Страна добрая, особенно когда такие высокие люди. Им должно все проститься. В 2012 году по делу оборонсервиса главной фигуранткой стала сотрудница министерства Евгения Васильева. Она была приговорена к пяти годам колонии за хищение более 800 миллионов рублей. Вы одного миллиона-то не видите, а здесь 800 миллионов рублей. Васильева провела в Вологодской колонии номер один менее месяца и была освобождена условно-досрочно в августе 2015 года. Ну, позвольте мне усомниться, что Васильева вообще посетила эту колонию. Я думаю, что ее там и не было, и не пахнет там Васильевой. Я думаю, что она просто сидела тихонько дома. И все. Ну, а для народа сообщили про Вологодскую колонию. Это для вас. Чтобы вы, ну, уши-то большие отрастили. Лапшу-то нужно повесить вам на ваши большие уши. Ранее сообщалось, что Васильева стала секретарем ТСЖ дома в Молочном переулке, где она проживает в 13-комнатной квартире. За ее кандидатуру проголосовали 100% присутствующих на собрании собственников жилья. Председателем ТСЖ является экс-министр обороны Анатолий Сердюков. Ой, вы знаете, смешней не придумаешь. Евгения Васильева в мае 2015 года, как сообщал Югополис, была приговорена Пресненским судом к пяти годам лишения свободы. В 2010-2012 годах она возглавляла сначала аппарат министра обороны Анатолия Сердюкова, а затем департамент имущественных отношений военного ведомства. Она была помещена под домашний арест в ноябре 2012 года в рамках дела оборонсервиса. Ей инкриминировалась намеренная продажа некоторой недвижимости Министерства обороны коммерческим структурам по заниженным ценам. Ну, естественно, по заниженным ценам, возможно, себе продавали или своим близким. С учетом срока домашнего ареста в колонии она должна была провести два с половиной года. Однако, уже в августе она была освобождена. Ну и, как сообщал Югополис, согласно опросам, две трети россиян возмутились освобождением Васильевой. Да что толку-то? Что толку возмущаться? Ну вот, обвинения, кстати, против Анатолия Сердюкова не выдвигались. Просто его сняли. Освободили от должности. Я хочу вам сказать, неужели, возможно, вообще кто-то подумал, что Евгению Васильеву могут посадить. Но я думаю, что нужно быть всегда разумным. Да кто же ее посадит? Она же слишком высоко стоит. Кто осмелится ее посадить, скажите? Кто осмелится посадить сестру жены Дмитрия Медведева? Кто осмелится посадить сестру Светланы Медведевой? Ну, наверное, тому, кто осмелился бы вообще об этом заикнуться, что действительно посадить. Не тот спектакль, который устроили судом, а именно в действительности посадить. Я думаю, что тот человек сам бы первый уже давно сидел. Поэтому вы должны понимать, что никто и не замахивался на нее. Просто все шло так, как должно было идти. То есть, конечно, она провинилась. Конечно, где-то кто-то... Почему-то это произошло? Надо понять, почему это произошло. Не то, что она проворовалась, или не то, что она присвоила собственное с какой-то военной, или кому-то продала по дешевке. Да нет, конечно. Весь вопрос в том, почему и зачем это было сделано. Возможно, для того, чтобы снять министра обороны Сердюкова. Начали с его любимой женщины, видите, которая в результате стала его женой. И развили вокруг них такой скандал, что Сердюков не смог скрыть свою любовную связь с этой женщиной. Возможно, все это дело было именно в Сердюкове. А для этого подтянули его любимую женщину, красавицу Евгению Васильеву. Возможно, нужно было наступить на любимую мозоль Дмитрию Медведеву. И это тоже может быть. И поэтому начали издалека, когда хотят высокому человеку сделать замечание, или с угрозой к нему подойти, то ему напрямую не будут угрожать. Дмитрий Медведев, мы тебя посадим. Да нет, конечно. Начинают издалека. Сестра жены. Вроде бы издалека, а вроде бы это и слишком близко, и горячо. Поэтому, как вы понимаете, это все намеки и не почему, а зачем это было сделано. Зачем это сделали? Сделали, потому что были такие обстоятельства, когда нужно было убрать Сердюкова. И когда нужно было, чтобы Медведев не заступился за него. Поэтому начали с Евгенией Васильевой. Шахматные ходы, они легко просчитываются, когда чуть-чуть больше понимаешь и знаешь. Итак, можно поздравить молодоженов Евгению Васильеву и Сердюкова, бывшего министра обороны, с их свадьбой. Наконец-то они решили пожениться. И очень хорошо, что Сердюков решился на этот шаг в знак, конечно, благодарности перед Евгенией Васильевой и ее родственными связями с Дмитрием Медведевым. Ради этого он, естественно, бросил свою семью. Здесь уже так, или пан, или пропал. Ну, поэтому Сердюков и получил новое назначение. И по новой закрутилась их совместная жизнь с Евгением Васильевой и бывшим министром обороны и индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков возглавил два комитета в дочернем подразделении Ростеха Объединенной двигателестроительной корпорации. Сердюков утвержден председателем комитета по кадрам и вознаграждениям и комитета по стратегиям при совете директоров АО ОДК. Экс-министр обороны был назначен индустриальным директором авиационного кластера Госкорпорации Ростех в ноябре 2015 года. Ранее сообщалось о том, что Сердюков поручил оптимизировать авиакластер Ростеха. Я надеюсь, вы, конечно, понимаете, что вы не ожидали, что кого-то из них посадят, кому-то будут претензии. Просто нужно было его немножко подвинуть, а через его любимую женщину нужно было показать и Дмитрию Медведеву, чтобы не смел заступаться, чтобы не лез туда, где уже работают борзые псы военных ведомств, которые потом назначили главного шамана России Сергея Кожугеда. Ну, Шойгу можно так сказать. Кожугед или Шойгу. Это главный шаман России. С вами я, Таня Карацуба, Сиидбургхан. Субтитры создавал DimaTorzok